Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас вторник, 16 августа 2022 года. Местное время 18 часов 03 минуты. Киевское и Московское 19 часов 04 минуты. Я, доктор Джордж Горбатов, возобновляю чтение избранных глав из книги французского психолога Пьера Жанне под названием «Психический автоматизм. Москва, 1913 год». Зачитываю под главы из большой третьей главы различные формы расщепления психики. И в данном аудио-видео отрезке я буду вам сейчас зачитывать гипотезы о спиритизме. Значит, две предшествующие главы я уже разместил. Причём все эти главы этого, значит, главы третьей, это большая глава третья, подглавы из главы третьей и книги Пьера Жанне «Психический автоматизм», который был издан в Москве в 1913 году, вы можете прослушать в одном плейлисте. Итак, третий, третий аудиоролик под названием «Гипотезы о спиритизме». Сейчас я немножко увеличу. Так, это слишком. Так. 80. 100. 100 – это много. 90. Вот 90 самый раз. Итак, значит, Пьер Жанне, избранные главы и избранные материалы из его книги «Психический автоматизм», переведенной на русский язык и опубликованной, напечатанной в Москве в 1913 году. Гипотезы о спиритизме. Третий видеоролик. Только что рассмотренные явления заслуживают самого серьезного и внимательного исследования, пренебрежительный скептицизм, отрицающий все, чего мы не понимаем, и повторяющиеся везде и всегда одни и те же слова о плутнях и мистификации по отношению к данным явлениям так же неуместен, как и по отношению к животному магнетизму. Движение, которое вызвало основание полсотни различных периодических изданий в Европе и внушившее доверие огромному числу лиц нельзя назвать незначительным. Оно слишком распространилось и слишком долго длится, чтобы его можно было считать простой забавой. Тем не менее, при рассмотрении явлений, сообщаемых авторами, спиритами, необходимо делать некоторые разграничения. Излишняя доверчивость по отношению ко всему вздору, которым заваленные спиритические журналы, было бы еще смешнее скептицизма или научно все отрицать, или все принимать. Но нам скажут, что выбор может быть неправильным и абсурдным, так как отбрасывают именно то, чего нельзя объяснить. Я думаю, что в данном случае выбор не является производным, ибо он определяется, как и во всяком историческом исследовании, проверкой фактов и оценкой рассказов свидетелей. Интеллигентный автор, проявивший достаточно здравого смысла и критического чутя, заслуживает больше доверия, чем первый, встречный, известный, лишь своей наивностью. Когда Бене Цэ рассказывает нам, что видел, как с потолка падали лидинцы, еще влажные от того, что дьявол сосал их, то я позволю себе пройти мимо таких рассказов. Спиритические журналы почти сплошь заполнены подобными фактами, рассказанными столь же безупречными авторами. Прочитавшие некоторые из них писем, некоторые из их писем, никогда уже не сможет верить этим людям, даже если они будут рассказывать о самых правоподобных вещах, о грозе или падении метеорита, как доверять людям, которые рассказывают о своих сношениях с другим миром, воспросительный знак. Впрочем, все более или менее, все более или менее известные авторы говорят всегда лишь о небольшом числе одних и тех же явлений. Только эти явления мы и будем рассматривать. Но даже и в этом последнем материале я считаю необходимым сделать некоторые разграничения. Спириты называют физическими те явления, которые имеют место вне медиума и наступают как будто бы без его участия стуки в стену, преслабутое непосредственное письмо посредством карандаша, пишущего самостоятельно вдали от медиума. И, наконец, при поднимании столов и перемещении предметов без прикосновения, так хорошо излучены Каспарином и Круксом. Эти последние явления не следует легкомысленно отрицать. Быть может, это элементы будущей науки, но во всяком случае, теперь мы не будем входить в их рассмотрение. Действует ли медиум при помощи своей руки и пишет, как все люди, или проявляет свою мысль при помощи карандаша, находящегося вдали от него. Это далеко не безразлично с точки зрения физической, но с психологической точки зрения это не меняет характера данной мысли, и интересующие нас проблемы остаются без изменения. Спешу прибавить, что эти особенные явления наблюдаются чрезвычайно редко. И я очень затрудняюсь говорить о Нихиба, несмотря на мое любопытство, мне ни разу не пришлось видеть их. По крайней мере, девять десятых лиц занимающихся спиритизмом должны признаться, если они искренни, что о явлениях непосредственного письма или перемещениях предметов они тоже знают только по наслышке. Ограничимся поэтому изучением психологической проблемы медиумизма, не касаясь физических явлений, существование которых в настоящее время, по крайней мере, проблематично. Первая попытка объяснить движение вертящихся столов была сделана несколькими физиками. Аббат, мой гно, старался доказать, что столы движутся только потому, что их толкают. Он приводит несколько остроумных умных опытов, поставленных стромбо профессором физики в Афинском университете и доказывавших наличность толчков. Если, например, покрыть поверхность слоя, тонким слоем, стола, тонким слоем талька, то пальцы экспериментаторов скользят по столу и не могут сообщить ему движение. Я не стану останавливаться на слишком известных аппаратах Бобине и Фараде, которые обнаруживали малейшее движение медиумов. Нет нужды выдумывать столько аппаратов для доказательства того, что рука медиума движется. Мы в этом мало сомневаемся. Лучие медиумы каждый раз вовсе не нуждаются в столах. И сами держат карандаш так, что все легко могут видеть движение их руки. Нам же нужно объяснить, каким образом это движение может быть бессознательным и непроизвольным, оставаясь в то же время разумным. Два первых свойства этого медиумического движения непроизвольности и бессознательности казались физиологам довольно простыми и обыкновенными. В нас происходит без нашего ведома, говорит Карпентер, не только много движений органические, но также большое число движений органов сношения с внешним миром, которые совершаются бессознательно и непроизвольно. по привычке или рассеянности мы смеемся, почесываемся, сморкаемся, не сознавая этого и не прорывая своей беседы. Я видел, говорит Карпентер, как Джон Стюарт Миль свободно шел по узкому тротуару многолюдной улицы, никого не толкая и не натыкаясь на фонарные столбы. Между тем, сам он говорил мне, что мысль его была всецела, занята его системой логики, о которой он размышлял большую часть дня, и что он так мало осознавал, что происходило вокруг него, что не узнавал даже своих лучших друзей. Можно было бы привести много более или менее любопытных фактов такого же рода. Гаспарин, Берзо и многие другие сравнивают явления спиритизма с этими автоматическими актами, выполняемыми, но по рассеянности. Без сомнения, есть некоторая аналогия между непроизвольными действиями рассеянного логика и автоматическим письмом медиумов. Но какая зато и огромная разница, какая пропасть между этими двумя явлениями? Выше указанные бессознательные акты обычны и являются простыми повторениями, в которых не проявляется ни разумности, ни оригинальности, наоборот, в автоматическом письме не нужно забывать этого, проявляется разумность. Последнее легко обнаружить в спиритических явлениях. Простой стол, отстукивающие удары, соответственно, буквам алфавита, иногда поразительно помнит все условные знаки, чтобы опыт подвигался скорее, в Бельгии принято, чтобы стол отвечал при помощи всех трех ножек. Для этого весь алфавит делится на три группы. Первая от А до ГАШ, вторая от И до П, и третья от КУ до С. Таким образом, все буквы каждой группы соответствуют известному числу ударов. А обозначается одним ударом, Б двумя и так далее. Во второй группе один снова соответствует одному удару, G двум и так далее. Каждая ножка стола имеет свою группу букв и уже не занимается остальными группами. Таким образом, если первая ножка ударяет три раза, это значит С, третья буква первой группы. Если вторая ножка ударяет один раз, то это соответствует первой буквы второй группы и так далее. При такой системе можно легко получить длинные сообщения, написанные к тому же еще в обратном порядке. Как можно сравнивать такие вычисления с автоматическим почесыванием или морганием? Вопрос. Конечно, написанные таким образом сообщения далеки, как мы увидим, от гештальных произведений, но все-таки их нельзя сравнивать с простыми механическими рефлексами. Известны, например, опыты свертящимися столами мадам Герардин. Она спросила свой столик, что такое любовь. Стол отвечал страданиям. Слово это не ново, но со стороны стола тем не менее любопытно. Есть периодические планшетки, которые составляют латинские стихи, пишут басни, рассказывают о сотворении мира и иногда позволяют себе каламбуры. Рука медиума, пишущая без его ведома, спорит, рассуждает или же шутит, внезапно прорывает беседу, когда ей надоело, и заканчивает словами «до завтра», «до свидания», «на сегодня довольна». После этого ничего больше нельзя добиться. При изучении подобных фактов нельзя не признать, что физиология со своей теорией бессознательного мышления становится на пороге, остановилась на пороге вопроса. Ревью Шпирите Алан Кардек поместил, значит, Ревью Шпирите Алан Кардека поместила в качестве эпиграфа следующую фразу «Всякое действие имеет свою причину, всякое разумное действие имеет свою разумную причину». Совершенно прав Мирвай, высказывающий следующие заключения. Эти столики обнаруживают разум, сознание, волю, даже свободу, например, отказываются отвечать, а такого рода явления философы всегда называли духом или душой. Другая довольно известная гипотеза также объясняет два свойства автоматического движения, оставляя без объяснения третье. Благодаря ей мы можем понять, почему движение это разумно и непроизвольно, но она не может объяснить нам, почему оно бессознательно. Дело идет о теориях Клевройля, о которых мы уже упоминали в связи с вопросом о чудесном маятнике и которые сам автор хотел применить позднее ко всем спиритическим явлениям. Когда у какого-либо лица появляется способность заставлять стол стучать той или другой ножкой и в то же время появляется вера в разумность стола, то можно понять, что вопрос, обращенный к столу, вызывает у данного лица известную мысль, результатом которой является определенное мышечное движение. Последнее обусловливает движение одной из ножек стола, соответственно, смыслу ответа представляющегося данному лицу наиболее вероятным. Конец цитаты. Словом, мысли, как мы знаем, вызывают непроизвольные движения, пророчества, изрекаемые планшетками, являются только копией того, что находится в голове лиц, руководящих движениями планшеток, а спиритические опыты, только более сложной формой экспериментов с чудесным маятником. Это простое объяснение наталкивается на затруднения, с которыми мы уже встречались в связи с вопросом о маятнике, но которое становится теперь еще более серьезным. Эти разумные акты не только непроизвольны, но и бессознательны. Субъект не только не сознает своего движения, он не знает также самой мысли, руководящей этим движением. В этих движениях рук проявляются не его мысли и не те ответы, которые ему кажутся вероятными. Это другие мысли и другие ответы, о которых он не подозревает и которым и сам удивляется после. Эта особенность, по-видимому, недостаточно хорошо знакома авторам, пишущим о спиритизме, ибо как только речь заходит о бессознательности медиума, они начинают говорить о шутках и обмане. Между тем, это наиболее существенный пункт во всех спиритических явлениях, тот пункт, который дает пищу сувеверию спиритов. Лучшим доказательством этой бессознательности было бы то, о котором спириты постоянно говорят, но которого никогда не дают. Опыт показал, говорит Маусо, что стол сообщает мне о таких вещах, которых я сам не могу знать, и которые превосходят все мои способности. Факт этот был бы убедителен, если бы можно было доказать его со всеми необходимыми предосторожностями, но энтузиасты спириты совершенно не способны на это. До сих пор я не знаю ни одного достоверного факта такого рода, так что если я избегал говорить о ясновидении и других аналогичных способностях в связи с вопросом о сомнамбулизме, то не стану касаться этого и теперь, говоря о медиумах. Кроме, собственно, ясновидения ссылается еще и на другие аналогичные явления, которыми автоматическое письмо совершенно отличается от нормального сознания субъекта. Некоторые лица могут автоматически при помощи планшетки отвечать на вопросы, которые поставлены мысленно, не выражены вслух и о которых следовательно нормальное сознание не имеет никакого представления. Факты, отвеченные Мэрсом и в особенности случай Ньюмгама, если автор может гарантировать точность своего наблюдения, необычайны по своим выводам и указывают психологии совершенно новую дорогу. Но эти явления мысленного внушения при автоматическом письме требуют специального обсуждения, которое слишком отвлекало нас от настоящего предмета наших исследований. Заметим только, что в некоторых случаях рука автоматически отвечает на вопросы, о которых сознание субъекта не имеет и не может иметь никакого представления. Но такие случаи встречаются крайне редко и не могут служить доказательством бессознательности спиритических движений. Будем искать менее убедительных, но зато более доступных контролю доказательств. Я отмечу прежде всего бросающиеся в глаза противоречия между действительными мыслями и характером медиума и содержанием автоматических записываний. Не станем останавливаться на молодых целомудренных девушках, пораженных грубыми непристойностями, которые рука их писала без их ведома. Это обычное явление, отмеченное всеми авторами, занимавшимися этим вопросом. Вот, например, субъект, который верит в могущество духов и серьезно вызывает их в трудную минуту жизни. Он ждет через медиума серьезного ответа и все время думает об этом. Но, вопреки его желанию, рука медиума то и дело отпускает двусмысленные шутки, рисует арабески и так далее. Сам медиум, серьезный умственный склад, которого противоречит такой забаве, заявляет, что эти глупости не его рук дело. Я не мог так измениться, если бы даже и хотел этого. Я не могу постичь этих внезапных психических перемен десять или пятнадцать раз в один вечер под влиянием такой простой причины, как прикосновение моё к поверхности планшетки. Конец цитаты. Иногда карандаш, вместо того, чтобы серьезно отвечать на задаваемые вопросы, занимается рисованием, и если участвующие в сеансе продолжают настаиваться, он отвечает, что тоже имеет право позабавиться. Иногда не отвечая, как желает медиум, карандаш пишет, иди спать. Такое несходство характера медиума и его духа доводит иногда до взаимных упреков и бурных споров. Аббат Аль-Меганана с большим трудом отвечает на глупости, с которыми обращается к нему его собственная рука, и не в состоянии объяснить себе как это в нем могут находиться два существа, так не симпатизирующих друг другу. Другие духи не стесняются объяснять свои ошибки глупости своих медиумов, которых упрекает в том, что они недостаточно пассивны и мешают их сообщениям. Такое недовольство, покоящиеся на более или менее законом оснований, иногда превращается просто в гнев. Тогда дух не только отличается от медиума по своим качествам, но даже преследует и всячески мучает его, и медиум начинает страдать теми навязчивыми состояниями, которые Алан Кардек считал вполне естественными, но которые, к сожалению, являются настоящим помешательством. Вторую категорию доказательств бессознательности медиумических писаний мы подчерпаем из интересных наблюдений, собранных Майерсом. Медиум так плохо знает, что пишет его рука, что не может даже прочесть своих писаний и вынужден обращаться за помощью к другим лицам, чтобы понять написанное. Или же, что еще более любопытно, он просит духа повторить и писать разборчивое, на что последний обыкновенно охотно соглашается, иногда медиум ошибается, читая свои сообщения, читает, например, Джон Целлен вместо Геллен и так далее. Так что дух должен останавливать и исправлять его. В других случаях в автоматическом письме попадаются иногда странные шутки, неожиданно вставляются греческие слова, которых никто не понимает. Участники сеанса с удивлением читают слово «чаэрэто» и только после долгих усилий догадываются, что это греческое слово, которое означает «здравствуйте». Иногда же планшетка вместо того, чтобы отвечать серьезно, перемешивает все буквы и пишет «Анаграммы». История одного духа, который называл себя Клеле, является действительно весьма важным психологическим документом. Один субъект, пытаясь писать автоматически, по обычаю, ставить духу вопросы и в ответ получает только целый ряд букв, с виду лишенных всякого смысла. «Ват из ман?» спрашивает он. «Тефи, хазел, эсбле, лис». Гласил ответ. «Хау, шаль и беливе». Ответ. «Неп 16 в бли F 8 6 6 Е Е арт Е Е». И так далее. Какого бы ни был вопрос. На вопрос, обращенный к духу, «Анаграмма ли это?» Планшетка удостаивается ответа «Да». Только на другой день, и после многих усилий, медиуму удается расположить буквы так, что получается кое-какой смысл. Планшенко почти удовлетворена хотя в некоторых толкованиях и предлагает другое расположение тех же самых букв. Любопытно наблюдать, как субъект самому себе ставит задачи, правильно разрешить которые ему не всегда удается. Многочисленные наблюдения Мэйрса прекрасно выясняет независимость двух серий сознательных явлений тех, которые составляют обычную психику субъекта и тех, которые проявляются у него в автоматическом письме. Наконец, для доказательства бессознательности спиритических явлений мы праве обратиться к свидетельству самих медиумов, которые не следует так легко отвергать. Здесь следовало бы повторить все то, что когда-то сказал Чарльз Рише по поводу сомнамбулизма, желая доказать его несомненное существование. Я встречал очень честных людей, которые, занимаясь автоматическим писанием, по способу спиритов, уверяли меня, что не знали, что писала их рука. Если мы верили им в более сложных вопросах, то почему в данном случае мы должны сомневаться в правдивости их слов? Вопрос соседательный знак. Тысяча людей в течение 30 лет заявляет одно и то же. Если бы мы имели дело с обманом, мог ли бы длиться так долго один и тот же обман в Америке, Германии, Франции и Англии? Вопросительный знак. Следующие слова «des mo so» могут служить правильным выражением того, что думают и говорят все медиумы. Начало цитаты. Так как моя психика по-видимому обращается ко мне теперь из недр стола, то я следовательно перестал сознавать ее. У меня нет ощущения того, что она испытывает и думает в своем новом жилище. В тот момент, когда я жду ее милостливых слов, я не знаю, что она скажет мне и соблагоболит ли она вообще говорить и действовать. Конец цитаты. Впрочем, легко понять, что именно это незнание и создало успех спиритизма. Непроизвольные движения, находящиеся в связи с нашими собственными мыслями, как в опытах Кумберланда, не было еще удивительней, были еще очень удивительны, но что казалось необъяснимым, так это вычисления, рассуждения и речи, не принадлежащие сознанию субъекта. Только после того, как люди почувствовали невозможность связать как-нибудь эти разумные проявления с нормальной психикой медиума, только тогда они сочли необходимым прибегнуть к гипотезе о духе чуждом самому медиуму. После этого понятно, почему объяснения Шевройля, Фарадея и Карпентера вызывали насмешки со стороны настоящих спиритов. Эти объяснения не затрагивали самой сущности вопроса. Но, с другой стороны, необходима ли спиритическая гипотеза, и если для объяснения медиумических сообщений нужен какой-либо другой интеллект, кроме медиума, то нужно ли тревожить для этого души умерших вопросительный знак? Если гипотеза не должна быть уже фактом, то тем более она не должна выходить за пределы рассматриваемого вопроса, как это спириты не заметили, что все эти писания, хотя они и содержат несколько связанных фраз, в сущности чрезвычайно глупы, и что нет нужды знакомиться с тайнами потустороннего мира, чтобы писать подобные глупости. Вопрос. Корнель, говоря через медиума, сочиняет плоские стихи. Боссе подписывается по такими речами, которых не желал бы произнести ни один деревенский священник. Вунд после посещения одного спиритического сеанса жаловался на выражение, поражающее после смерти дух великих людей, которые высказывают мысли, достойные лишь полуумных и развращенных людей. Кто просчет сообщения Самсона, принца Урана, тот легко увидит, что духи осведомлены не больше нашего, и что им самим нужно читать описания ада и рая какого-нибудь поэта, чтобы хоть немного знать, о чем идет речь. Лучше, пожалуй, совершенно отказаться от будущей жизни, чем проводить ее с подобными господами. Пусть господа спириты не ссылаются для доказательства своей гипотезы на имена под медиумическими сообщениями, на подчерка или слога, на тождественность этих сообщений с мнением того или иного лица. Легко можно заметить, что планшетка чрезвычайно послушна, она делает все, что от нее хотят и отвечает мыслям присутствующим, повторяя все их теории. У спиритов, католиков, аббат, баунтейн, видит, как корзинка извивается змеей и пятится назад перед святым писанием, прося снисхожения и милосердие. У протестантов стылы не боятся святой воды, не испытывают уважения к кризам и предсказывают падение папства через десять лет. Дес, мол, се, который повсюду видит демонов, задает в опроши планшетки, ты ли соблазнил первую женщину? Да, отвечает Плошенко, в образе змеи? Да, не исчезла ли ты тех демонов, которые вселились свиней? Да, которые мучили Магдалину? Да, с таким же убежденным видом он мог бы спросить, ты Ахилл или ты Дон Кихот? На что столь так же ответил бы дух да. По мнению тех, кто верит прежнюю черную магию, духи повинуются магическим заклинанием и трепещут перед священными треножниками. Правда, вместо того, чтобы произносить священные заклинания, можно с одинаковым успехом декламировать поэты. Горация, этот, несомненно, существующий и проявляющийся в автоматическом письме интеллект может стать всем, что нам угодно. Но не будем считать его чем-то слишком возвышенным и не станем смешивать вопросы позитивной психологии с самыми сложными проблемами метафизики и религии. Ну, вот так вот. Вот так. Вот так я завершил чтение третьей главы подглава подглава сейчас я третья гипотезы о спиритизме и завершаю на этом чтение. Итак, уже три ролика из этой книги, из книги доктора Пьера Жане «Психический автоматизм. Москва, 1913 год» мною уже наговорены. Можете слушать и смотреть их в одном плейлисте. На этом я, доктор Джош Горбат, завершаю чтение. Благодарю вас, мои уважаемые слушатели и зрители, как обычно, как всегда, и прощаюсь с вами до следующих встреч на канале. «Благодарю». «Благодарю». Продолжение следует...